Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Продолжаем следить за основными фундаментальными событиями, анализировать новостной фон, актуализировать параллельно еще и инвестиционные идеи, адаптировать их, подстраивать, в общем, определять, каким образом этот самый фундамент можно отыгрывать через наш с вами традиционный набор торгуемых активов. Он не меняется, потому что мы стараемся в целом изначально охватывать уже все наиболее перспективные инструменты. И я думаю, что, и не сомневаясь, каждый находит именно тот актив, который реально представляет больший интерес. Надеюсь, что информация вам полезна, надеюсь, что вы используете ее или, по крайней мере, согласны с той оценкой и с тем субъективным подходом, который я стараюсь обозначить. Безусловно, каждая рекомендация – это не, скажем, панацея от неправильных сделок, это не стопроцентный сигнал, который приведет к таким же стопроцентным положительным результатам. Ну, уверен, что вы все прекрасно знаете, что рынок Форекс и вообще все финансовые площадки – это, наверное, одно из самых непредсказуемых понятий, которые присутствуют на рынке, точнее, самых активных, волатильных вообще инструментов. И все вы знаете то, что даже тогда, когда есть стопроцентное понимание, что может произойти с активом, в игру очень часто вмешиваются форс-мажоры, которые не позволяют нам реализовать именно тот сценарий, на который мы взлагаем большие надежды. Друзья, давайте, как и всегда, начнем с рынка нефти. В целом, торговая сессия понедельника явно не изобиловала на серьезный и очень интересный отчет, и вообще, собственно, не было никаких интересных событий. Да и волатильность первых торгов недели, она обычно оставляет желать лучшего. Вчера, собственно, день не стало исключением. По большинству инструментов мы, в принципе, так и остались топтаться на тех уровнях, которые были зафиксированы еще в конце прошлой недели. Впереди у нас более насыщенные торговые сессии. Сегодня единственное, что, может быть, еще немножко придется потерпеть, подождать, потому что основные релизы у нас сосредние, ближе к концу недели. Но, уверяю вас, друзья, завтра волатильность будет настолько значительной и существенной, что можно пока что сохранить такую выжидательную позицию и особо не негативить в плане отсутствия интересных движений и волатильности. По рынку нефти, клосса первой торговой сессии – это неделя 47.03. Сейчас инструмент торгуется примерно на таких же значениях – 47.05. Мы уже сказали большое спасибо тому новостному фону, с которым мы работали в конце прошлой недели, потому что именно он обеспечил возвращение котировок, мягко говоря, под воду, в отрицательную зону. Мы видели красные такие затяжные свечи. Процент, эквивалент потерь в рамках нескольких дней превышал несколько процентов для рынка нефти. Это, конечно же, очень много. Мы с вами снова вернулись к поддержке в районе 45 долларов за баррель и понимаем, что с такой фундаментальной картиной, с такими отчетами и таким явным позиционированием трейдеров на продажу мы сможем забраться до гораздо более низких ценовых значений. Нам самое главное сейчас пробить поддержку 45 долларов за баррель. Но я думаю, что, как говорили, у нас статистика по запасам нефти, по объему добычи и очередной релиз Бейкер-Хьюз, которые нам в этом будут способствовать. В целом, развитие понижательного тренда сейчас связано с реакцией трейдеров и отыгрыванием тех макроэкономических отчетов и новостных поводов, которые мы анализировали на прошлой неделе. Добавляется еще исключительно медвежий прогноз инвестиционных банков по тому, что может произойти с нефтью. Вот, кстати, чтобы далеко не отходить от этих прогнозов, хочу предложить вам ориентиры BNP Paripa, которые пересмотрели с учетом последних дней ожидания к тому, где Brent и WTI, ну, основной акцент был сделан на WTI, на американский СОП, где этот актив закроет 2017 год и 2018. На 2017 год BNP Paripa скорректировали прогноз с 57, друзья, до 49, что касается 2018, 61 до 45 долларов за баррель. То есть коррекция в первом случае на 20%, а во втором даже больше, чем на 30. Это еще раз доказывает то, что рынок нефти не просто так находится под давлением. Рынок нефти отражает картину крайнего негативного фундамента. Это следствие сохраняющегося переизбытка. Я тут же напоминаю вам прогноз Международного энергетического агентства, который мы с вами анализировали еще в прошлом месяце. И исходя из тех данных, которые в нем были представлены, стало ясно то, что проблема перепроизводства сохранит актуальность и в 2018 году. То, что предложение, рост предложений будет существенно превосходить спрос. И я тоже вам уже неоднократно об этом оговорил. Что касается отчетов, которые сейчас бросаются в топку вот этого негативного тренда и развития понижательной динамики, то их на самом деле очень много. Это данные от ОПЕК по объему добычи, по росту экспортных поставок. Самое важное, что объем добычи снова достиг уровня, который был зафиксирован еще до соглашения, до энергетического пакта. То есть в совокупности производимой нефти по показателю сейчас уже превышает показатель 32,5 миллиона баррелей. Мы помним, насколько и видели по цифрам, выросли экспортные поставки. Сейчас рынок еще начинает негативить, исходя из последних сообщений. Вот, в частности, мне вчера выпала возможность дать комментарий одной из радиостанций. Там обсуждали тему, то, что Россия не то, чтобы не готова поддерживать дополнительные договоренности. Россия и вовсе подумает, чтобы выйти уже из вот этой сделки аналитического пакта. Ну, вопрос, который мне лично был задан по поводу того, что тогда произойдет вообще с рынком нефти. Друзья, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что с ним может случиться. Учитывая то, что в совокупности сейчас в рамках соглашения объемы добычи снижены на 1,8 миллиона баррелей в сутки, то вы помните, что на Россию приходится больше 30% от вот этой сделки. Если Россия действительно выпадет из аналитического пакта по собственному решению, то тогда рост предложений в других регионах будет еще больше перевешивать сокращение со стороны стран ОПЕК и позволит нам снова, даже с еще большей импульсивностью, говорить про то, что рынок продолжит захлебываться в этом избыточном предложении. Поэтому пока что нам не на что поставить в плане позитива. Более того, мы продолжаем следить за отчетами. Помимо доклада ОПЕК, на прошлой неделе, вы помните еще статистику от администрации аналитической информации, на запасные, обращайте внимания, они в соответствии с сезонными факторами сейчас снижаются. Объем добычи вырос на 88 тысяч, то есть США практически полностью наверстали, ну, наверное, уже за последние два дня точно наверстали те показатели, которые мы видели до тропического шторма в Мексиканском заливе США, вернули себе статус, роль региона, который будет усиливать тренд роста предложения, Ливия, Нигерия и так далее. Статистика Пэкер-Хьюса, это, скажем так, недельный десерт, который стал дополнительным медвежьим сигналом, потому что бренд и WTI нужно продавать, потому что количество негативных терминалов выросло, плюс 7 штук, да, 763. Статегические запасы мы также анализировали на историческом минимуме, они сейчас в Соединенных Штатах Америки. Спад за последние недели был максимальным за несколько лет. В планах администрации Трампа продать еще 280-300 миллионов, чтобы хоть как-то покрыть даже не частично процентов на 20, на 30 колоссальный государственный долг, который уже накоплен. И, ну, мы понимаем то, что если так динамично растет количество негативных терминалов и видим такую активность фланцевых, производители Штаты не заботятся о проблеме потенциального дефицита на рынке, потому что это невероятно, и они реально могут продавать те резервы, которым удалось накопить. Поэтому давайте в рамках этой недели дождемся сегодняшний отчет API, который в 23.30 выйдет, это от Американского института нефти. Больше мы внимания уделим, конечно же, официальной статистике. Это спустя день, то есть завтра в 17.30 по московскому времени. И повтори, опять же, сценарий прошлой недели. Если мы увидим очень высокие темпы по росту производства, ну, тогда бренд у нас очень быстро окажется ниже 45 долларов за баррель. Сейчас в рынок нефти никто не верит. Если у вас есть возможность, я уверен, у многих она есть, даже те хотя бы, кто просто в курсе, что, будучи клиентами компании Амаркетс в личном кабинете, вам доступен обзор, опять же, того, как меняется совокупная позиция хедж-фондов. Это данные комиссии CFTC. Мы выкладываем, собственно, эту статистику, которая публикуется раз в неделю. Вы сможете проследить динамику и убедитесь в том, что хедж-фонды уже на протяжении которого месяца подряд продолжают успешно сокращать длинные позиции. Потому что в рынок нефти, друзья, не видит никто. Поэтому, резюмируя то, что я уже сказал, думаю, что у нас масса возможностей, масса поводов, чтобы присоединяться к этим коротким позициям. И, разумеется, метить на то, что Brent окажется ниже 45 долларов за баррель. Я надеюсь, что вы уже продаете и уже находитесь в хорошем профите. Рубль 60.33. Стоит только нефти дать дополнительную слабину, и, разумеется, оказаться рядом с поддержкой в 45. Рубль тут же будет вынуждена снижаться против американца. А сейчас еще вдобавок, опять же, идеи ослабления курса рубля против евро и доллара будут выступать санкции. Вот первая тема, которая сейчас обсуждается в рамках российского коммуникационного пространства, то, что Запад, ну и, прежде всего, США, пролоббировали идею новой кассационной агрессии против России. Тоже это экономические санкции. Если вас эта тема интересует, думаю, что, забив в поисковике этот вопрос, вы сможете увидеть, в каком плане эти санкции расширены. В любом случае, рост вот этой эскалации санкционной – это, конечно же, негативный фактор для рубля. Плюс ко всему, не забывайте про ситуацию с облигациями федерального займа, поскольку снижается доходность керри-трейда. Мы видим, как девальвируется рубль, иностранные инвесторы вовсе практически отказались от инвестирования в эти активы. То есть отсутствие дополнительного притока капитала иностранного приводит к снижению курса российской валюты. То есть такой вот замкнутый круг здесь прослеживается. Но самый главный фактор давления на рубль – это, конечно же, потенциал снижения цен на нефть, потому что рубль за последние три недели ясно нам доказал то, что готов снова фокусироваться и смотреть за нефтью. Все, что происходит с российской валютой, точнее с нефтяным активом, копируется тут же и, разумеется, на рублю. Дальше идем, друзья, доллар – японская иена. Поскольку я уже отметил то, что никаких важных событий в понедельник у нас не было, мы видели в то же время, что в рамках первой торговой сессии «Американец против иены» снова он вырос, отыгрывая статистику пятницы. Целый блок по рынку труда, «Нонфарм Пэрл» с уровня безработицы и рост заработных плат. До этого еще были активности АСМ в производстве и в сфере услуг. Тоже они порадовали, поскольку показали самые лучшие значения за последние несколько лет. Я уже позволил себе спрогнозировать, что на основании таких данных, безусловно, мы можем ставить на то, что ФРС снова будет повышать процентную ставку до конца этого года. Сколько раз? Ну, один, наверняка, точно. Поскольку не вижу предпосылок, из-за которых может серьезно измениться макроэкономический фон. Не просто так эта статистика все-таки выкрикалась к таким высоким значениям. Вчера мы видели, наконец-таки, как уже вот этот накопленный эффект фундаментального позитива привел в движение восходящий индекс в совокупности доллара и американский трежер. То есть, если вас интересует вот тема, связанная с состоянием долгового рынка, то вы лично уже могли заметить то, что десятилетки, наш ориентир для доллара и для многих идей по американскому фондовому рынку, вчера достигли максимума подоходности за последние два месяца. То есть, мы обидели планку даже в 2,9%. Это очень хорошее значение. Я думаю, то, что если и Трамп все-таки осмелится на реформирование экономики хотя бы в соответствии с частичными обещаниями, которые он давал, тежер ползут еще выше. Это окажет большую поддержку доллару. Но, судя даже по последней динамике, доллару и без реформ Трампа. Сейчас вполне комфортно. Доллар продолжает карабкаться вверх. Сейчас котировки 114.20. Друзья, я думаю, что такими стараниями мы легко сможем добраться с вами до сопротивления 115 иен против доллара. И дополнительную поддержку, собственно, американцу и в данном случае паре доллара и японская иена. Вчера оказали заявление Кураты, который, собственно, возглавляет японский регулятор по поводу перспектив денежно-кредитной политики. В частности, Банк Японии сообщил о том, что он будет сохранять прежний агрессивный настрой, касающийся качественных и количественных стимулов. То есть политика будет исключительно мягкой дальше в целях достижения двухквацентного показателя по инфляции. И Банк Японии не собирается авторить отдельно взятым регулятором либо неверной интерпретации рынка о том, что кто-то собрался на ужесточение монетарной политики. Ну и здесь, конечно же, я бросил легкую тень на Европейский Центральный Банк, потому что есть трейдеры, которые все-таки продолжают еще верить, что ИЦБ будет выходить из вот этих хостимов чуть ли не в самые ближайшие месяцы. Мы про эту тему уже с вами говорили. Я советую ее пока не поддерживать, потому что сигналов даже со стороны самого Европейского Центрального Банка нет. Поэтому евро не имеет возможности сейчас расти, исходя из вот этого фундамента, потому что фундамента как такового поддерживающего нет. В частности, доллар японская иена на этой неделе наверняка вы ознакомились с содержанием экономического календаря. И помните то, что я сделал акцент на два очень важных релиза. Это роничные продажи и инфляция. Это статистика пятницы. Я не сомневаюсь, что у нас будет соответствующая поддержка для доллара, и мы сможем продолжить расти вместе с данной валютной парой. Евро против американца. Котировки 1,1392. То же самое ценовое значение, которое мы видели в ходе нашего вчерашнего брифинга, то есть рядышком с поддержкой, в данном случае с сопротивлением 1,14 пара держится. Европейской валюте нужен, конечно же, триггер. А европейского происхождения этого триггера мы, скорее всего, на неделе не увидим, потому что суперкрутых событий не будет. Но этим триггером может стать американская валюта. И поскольку я сделал акцент на то, что доллар должен получить достаточную фундаментальную поддержку, он получит хорошие шансы надавить на рисковые инструменты. Поэтому по евро я бы пока все-таки продолжал придерживаться короткой позиции. Фунт против доллара 1,2877. Фунт постепенно понемногу снижается. Мы знаем то, что связано это с целой кучей фундаментальных и политических факторов. Фундаментальных это слабая статистика по активности в строительном секторе, в промышленности, в сфере услуга. Это еще и рост инфляции, политические риски, приближающаяся забастовка в рамках Банка Англии. По-прежнему нерешенные вопросы и, на мой взгляд, тотальной неясности, что будет с процентными ставками. На этой неделе, собственно, завтра у нас уже рынок труда, где помимо прироста новых рабочих мест, столовни безработицы, нас будет интересовать динамика по росту зарплат. Если зарплаты снова седятся, друзья, это будет еще более мощный стимул для нисходящего движения британца, нежели тот, который доллар получил для себя со стороны национальных non-farm payrolls. Поэтому к этому отчету, безусловно, нужно готовиться. Золото я еще хотел также отметить, поскольку мы с вами приближаемся к нашей целевой потешке в 1200 долларов за тройку унсу. Вчера минимальный уровень, который был зафиксирован, 12477. Немного мы с вами не дотянули. Рост, опять же, доллара стал основной причиной слабости золотого актива. Плюс ко всему золото не могло не отреагировать распродажами, поскольку у нас вырос американский фондовый рынок. Рост американского фондового рынка – это явное доказательство того, что трейдеры пытаются заработать именно на рисковых инструментах, а не на защите. Если я отметил уже по поводу нефти, как сейчас действуют хедж-фонды по золоту, в принципе, такая же ситуация. Очень многие хедж-фонды за последние 3-4 месяца сократили длинные позиции по золоту, поскольку прекрасно понимают, с каким потенциалом давления может столкнуться этот актив. И вот на текущий момент мы по совокупной позиции хеджеров видим сейчас минимальную позицию за несколько месяцев. Минимальную длинную позицию. Если доллар все-таки перевалит за 115 иен против доллара, если, точнее, против иены, простите за адаптологию, 115 иен против доллара, если доходности трейджерис продолжат расти, американский фондовый рынок в очередной раз перебишет исторический максимум, друзья, мы по золоту даже на отметке 1200 не остановимся, а пойдем гораздо меньше. Но нам нужен сначала этот рубеж поддержки, поскольку для нас это уже такая заветная, многосочная идея. Мы с вами снизились по золоту с уровня 1250 долларов за трейд-фонсу. Надеюсь, что вы смогли на этом заработать. Ну и, безусловно, на завтра важнейшим инструментом, может быть, даже сегодня тоже волатильность будет соответствующая, это канадец, потому что канадский доллар готовится к решению по процентной ставке. Тот рост, который мы видели в последней неделе, он был связан с ожиданиями того, что канадский регулятор поднимет ставку. И основным стимулом для длинной позиции по канадцу, и, соответственно, короткой по паре USDCAD, выступили комментарии Стивена Полза, который возглавляет канадский регулятор. Он, собственно, ясно дал понятие, ну, честно говоря, не совсем ясно, он намекнул на то, что готов рассмотреть возможность ужесточения монетарной политики и изменить вектор денежно-кредитного курса. То есть постепенный выход между строк из экономических стимулов прослеживался, читался. Но не знаю, насколько действительно эти ожидания рыночные оправданы, в плане того, что Банк Канады завтра пойдет на это решение. Вот хочу предложить вам рекомендацию Goldman Sachs. Это рекомендация, которая будет актуальна для тех, кто торгует сейчас канадцем, находится, так же, как и я, по паре USDCAD в длинной позиции, и верит в то, что канадский регулятор не будет повышать ставки на сейчас. Вот Goldman Sachs считает то, что наиболее подходящие условия при неизменности, опять же, конъюнтуры, она меняется, будет октябрь. В частности, Goldman Sachs закладывает в качестве двух причин, по которым Банку Канады сейчас стоит воздержаться. Это снижение цен на энергоносители и, собственно, снижение индекса потребительских цен, то есть инфляция. Как вы помните, именно эти события и именно эти два риска, мы даже нашли больше рисков, мы обозначали, чтобы оправдывать чрезмерность и, на мой взгляд, не совсем чрезмерную реакцию, которую мы видели по укреплению канадца, и не совсем оправданное, опять же, рыночное ожидание того, что Банк Канады отварится на нормализацию денежно-кредитной политики так скоро, как, собственно, завтрашнее заседание. Я думаю то, что разочарованию не будет предела, если канадский регулятор отложит это решение. И я надеюсь то, что это разочарование позволит нам компенсировать компенсировать большую часть тех потерь, которые мы понесли за последние несколько недель и компенсировать там не в расчете на ход в рамках нескольких торговых дней, а в моменте, потому что я настраиваюсь на то, что пара USDCAD при, опять же, реализации того сценария, который отметил я, может вырасти больше, чем на 200-250 пунктов только за одну торговую сессию. Друзья, из важных событий сегодняшнего дня, в 13.00 выступление представителя Банка Англии Халдена, который, в принципе, может снова спровоцировать волатильность комментариями по поводу перспектив денежно-кредитной политики. Но пока этих комментариев не последовало, давайте не будем тоже пытаться определить, будет ли Банк Англии снова говорить о перспективах повышения процентных ставок. Я надеюсь, что уже очень много было сказано по этому вопросу. Лучше сейчас уже придерживаться более-менее выжидательной позиции, особенно на фоне тех паровальных релизов, которые мы получили на прошлой неделе. И в 23.30 сегодня статистика от Американского института нефти, АПИ. Смотрим за запасами и стараемся спровоцировать эти данные на официальный отчет Министерства энергетики, который выйдет завтра в 17.30 по московскому времени. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, как и всегда, можете оставлять их на нашем канале на YouTube, параллельно с комментариями и вопросами. Не забывайте про то, что у вас есть также возможность ставить мне, как спикеру и ведущему брифингу, лайки, большие пальцы, за которые я искренне вас всех благодарю, кто это делает, конечно же. Друзья, большое спасибо еще раз за внимание. Увидимся, соответственно, завтра уже в 9.30 по московскому времени. Приглашаю вас всех также в прямой эфир через Пересков. Всего доброго. До свидания.